Приветствую вас, мне кажется, что мужчина ведёт себя подобным образом, потому что отношения с вами он серьёзнее рассматривает. Ему с вами хорошо, комфортно, возможно, он не против с вами вступить в какие-то отношения, но, видя ваш настрой, видя, что вы настроены серьёзно, он, скорее всего, избегает с вами близости. Вполне возможно, что человек рассчитывал на что-то ещё, например, на быстрый секс или, может быть, какие-то ещё вещи, вот, но поскольку этого не произошло, то, соответственно, он мог и охладить. Вообще, мужчина, которого вы описываете, очень похож на увлекающегося такого человека, вот, и если это так, то, на мой взгляд, он может с вами как увлечься, так и, соответственно, ну, как увлечься, так и, на, и охладеть вам. Вот, поэтому, вот, всерьёз его воспринимать, мне кажется, было бы достаточно сильной ошибкой, вот, потому что он не производит впечатления всё же надёжного человека, он больше производит впечатления именно такого не совсем надёжного. Вот, ну, что касается вас, что касается вашего отношения к нему, то я так вот полагаю и предполагаю, что у вас, ну, действительно, к нему могут быть чувства, вот, но эти чувства, они могут быть не взаимы. И вот очень было бы здорово, если бы вы имели этот момент в виду, то есть было бы очень здорово, если бы вы, ну, условно говоря, не питали бы больших надежд, вот, к нему, вот. Потому что, ну, ситуация вот такая, и складывается она вот так, и выглядит, выглядит она вот так. Я бы не сказал, что он прямо вот настроен по отношению к вам очень хорошо. Вот, а со своими бодренностями, со своими желаниями, с тем, что вам хочется, с тем, в чём вы нуждаетесь, вам нужно разобраться, потому что это может мешать, и мешать видеть полную картину, такой, какая она есть. И мне не кажется, что для вас было бы, ну, допустим, полезно, сколько угодно ждать человека. Мне кажется, что вы всё-таки достойны большего. Ну, соответственно, вам нужно это доказать. Доказать, что вы действительно достойны большего. И, к сожалению, я так думаю, что доказывать вам нужно это не столько мужчине, сколько себе. Вот. Вы задаете вопрос, что делать? А, я бы хотел задать вам встречный вопрос. Что делать, чтобы что? Какую реакцию вы хотите получить? Вы хотите, чтобы мужчина был с вами, например? Вы хотите, чтобы он встречался с вами, вы хотите, чтобы он, ну, продолжал быть вашим в поле зрения? Если так, то он... Я не рекомендовал бы вам на него давить, я не рекомендовал бы вам на него нафигать, я не рекомендовал бы вам от него что-то требовать. Потому что, да, я уверен, что мужчина считает, что между вами ничего серьёзного нет, и он этого, ну, он не хочет ничего серьёзного. Вот. Поэтому я думаю, что такая история, я думаю, что вам, ну вот, нужно, наверное, как-то определиться с тем, что вы хотите, вот, ну, сами, именно сами, именно сами, для себя, вот. И дальше, ну, соответственно, уже можно будет о чем-то говорить. Дальше можно будет уже, а, ну, если что-то вам рекомендовать. Вот. Пока что как-то, ну, как-то так. Вот. Вы пишете, а, история в Интеграм-мэтох, почему не отвечает, так, не хочет, почему, что мне делать, чтобы что, как мне с ним тебя вести, чтобы что. Опять же, да, чтобы что. Ну, потому что, ну, вот, это немножечко разный, ну, немножечко разный, понимаете, немножечко разный, разный аспект. Вот. Вот вы говорите, что я понимаю, что мне нравится, и из-за этого я съел, съела, там, плитку шоколада, допустим. Хотя обычно я его не ем, с нервом. А, вот вопрос, с чего вы нервничаете? Почему вы нервничаете? Точнее, то есть, вы, допустим, так взбудоражены тем, тем, что человек, там, ну, к примеру, обратил на вас внимание. Это происходит сейчас? Или вы заранены тем, что, ну, что вы хотите для себя получить в данном контексте? То есть, вот просто постарайтесь об этом подумать. В чем проблема? Вот, собственно говоря. Понимаете? В чем проблема, а в чем трудность? Ну, конкретно, да? Да. Вот. Мне кажется, это было бы очень полезно для вас, полезно для вас поисследовать этот момент. Вот. Ну и, соответственно, дальше разобраться со своими чувствами, со своими поведением. Вы сделали, на самом деле, очень много шагов. Мне так видится, ну, по отношению к человеку. А вот, вы сделали очень много шагов по отношению к мужчине. Вот. И мне кажется, что больше делать, наверное, все же не стоит. Вот. Ну, потому что, да, потому что, это вас обесценивает. Очевидно. Если вы не хотите, чтобы вас обесценивали, то оставьте мужчине самому проявить инициативу. С другой стороны, можно, достаточно легко можно озаботиться, допустим, тем, чтобы у вас появилось больше общего. Вот. С мужчиной. И, соответственно, если у вас будет больше общего с мужчиной, то он будет в большей мере на вас обращать свое внимание. Поэтому, я думаю, что это тоже, как вариант, достаточно хороший. Вот. Поэтому, рассмотрите его для себя. Вот. И, после уже обещайте, как вы будете поступать. Ну, для начала, конечно, не очень важно, чтобы вы разобрались со своими чувствами. Ваши нервы свидетельствуют о сверх мотивации, вот, сверх мотивации быть с ним, с мужчиной, а этого у вас может не получить. Вот, ну, просто, потому что человек непонятно, как воспринимает отношения между, ну, между вами. А вот, в принципе, в принципе, такой ответ я могу вам дать. Я надеюсь, что это было полезно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Удачи. Удачи. Удачи.